Накануне за подписью президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева вышло распоряжение о награждении нагрудным знаком Фаултат Бркор, в соответствии с которым были отмечены 126 активных предпринимателей. Сегодня же в честь значимой даты глава государства подписал указ о награждении в связи с Днём предпринимателей группы представителей сферы за большой вклад в приумножение экономической мощи и экспортного потенциала республики, проявленный пример в привлечении в сферу инвестиций, успешной реализации проектов, дальнейшем расширении производства импортозамещающей продукции и оказания услуг, создании новых рабочих мест, а также активное участие в жизни общества. Группа предпринимателей в торжественной обстановке была удостоена государственных наград лично от президента в преддверии открытого диалога с представителями бизнеса. В своей речи глава государства выдвинул важные инициативы, направленные на улучшение условий для расширения предпринимательской деятельности, и реализации новых проектов, устранению проблем, препятствующих развитию сферы. Руководитель страны ознакомился с предложениями предпринимателей. Они были систематизированы по конкретным направлениям и по ряду вопросов приняты соответствующие решения. Вопрос благосостояния нации государств всегда интересовал учёных и политиков. Выводы практически всех аналитиков совпадают. Наилучших хозяйственных успехов добивается та страна, в которой субъектам рынка предоставлена экономическая свобода и хорошо развит бизнес. Всё это в наличии в новом Узбекистане, где коренным образом переформатировали работу в данном направлении. Здесь знают, что в стране, где активно действует бизнес, там и экономика процветает, и уровень благосостояния людей последовательно растёт. Субъекты рынка начинают повышать эффективность производства и торговли, активизировать инновационную деятельность, внедрять ресурсосберегающей технологии, то есть повышать КПД национальной экономики. Тысячи деловых людей расширяют бизнес в масштабе республики, создавая множество рабочих мест, превращаясь в крупные успешные компании. Уже сформировался класс предпринимателей, обладающих своим брендом на внутреннем и внешнем рынках. И речь сегодня о событии с победкой «Знаковая». Оно своего рода надводная часть огромного айсберга, проделанной работой по стимулированию деловых инициатив. Системной поддержки государства. Об открытом диалоге лидера страны с командой деловых людей, генерирующих амбициозные проекты. Международный конгресс-центр в этот день стал, выражаясь образно, мощной транслирующей платформой новых идей и программ по развитию делового сектора, объединившие тысячи представителей бизнеса в огромном зале и в студиях, в областях, районах, на крупных промышленных предприятиях. В начале мероприятия глава нашего государства поздравил собравшихся с Днём предпринимателей, выразив глубокое уважение и наилучшие пожелания. А затем были рассмотрены итоги прошлых встреч. В 2021 году по результатам диалога было выдвинуто 57 инициатив, в прошлом году – 55. Их внедрение в практику намного упростило ведение бизнеса. К примеру, на основе предложений, выдвинутых в прошлом году, субъекты бизнеса были разделены на микро-, малую-, среднюю- и крупную категорию, к каждому из которых начал применяться отдельный подход. Аналогичным образом районы и города были разделены на пять категорий. В 60 районах были введены отдельные налоговые, кредитные и финансовые режимы. Сокращен срок возврата налога на добавленную стоимость. В прошлом году с 6 тысячам предприятий было возвращено 30 триллионов сумм. Самое главное – за счет снижения ставки данного налога до 12% количество участников цепочки добавленной стоимости увеличилось на 26 тысяч. А их деятельность вышла из тени. При кредитовании создана система использования в качестве залога в обеспечении товаров в обороте, экспортных контрактов, аккредитивов и будущей выручки. Благодаря этой возможности предпринимателям были предоставлены кредиты на 1 миллиард долларов. Упрощена система переработки на таможенной территории. В результате количество предпринимателей, использующих этот таможенный режим, удвоилось. За год с использованием этой возможности было экспортировано продукции на 455 миллионов долларов. Лицензии и разрешения на 119 видов деятельности, которые ранее были труднодоступными для новых предпринимателей, отменены или переведены в уведомительную форму. За 6 месяцев текущего года количество проверок деятельности налогоплательщиков уменьшилось на 40% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В целом, за прошедший год количество малых предпринимателей увеличилось на 40 тысяч, а количество средних предпринимателей с 2 тысяч до 10 тысяч. Количество крупных предприятий увеличилось на 400 до 1,5 тысяч за год. С использованием предоставленных преференций годовой оборот 155 предприятий превысил 100 миллионов долларов. Объем ежегодных иностранных инвестиций впервые достиг 10 миллиардов долларов. После открытых диалогов за последние два года отечественные предприятия экспортировали продукцию на 25 миллиардов долларов, а в стране начато производство ранее импортированной продукции на 10 миллиардов долларов. Президент Шавкят Мельзиоев в ходе диалога обозначил пять основных направлений. Каждое из них включает множество инициатив. Первое направление – это новые возможности для малого бизнеса. Объявлено о создании целостной экосистемы для обучения представителей данной сферы предпринимательству, обеспечении их проектами, финансировании их деятельности, поиска рынка сбыта, продукции и партнеров для бизнеса. Для этого в первую очередь банк Кишлок Курлишбанк будет преобразован в банк развития бизнеса. Всего при банке в каждом регионе будет создано по 14 центров малого бизнеса. Проекты обучающихся в них предпринимателей будут финансироваться на самых выгодных условиях. Малые предприятия, участвующие в данной программе, не будут проверяться в течение трех лет. В целом данная система поможет стать на ноги 150 тысячам субъектов малого бизнеса. 25 тысяч смогут перейти в среднюю категорию. Будет создано 250 тысяч новых постоянных рабочих мест. В рамках второго направления озвучены инициативы, связанные со средним бизнесом. В частности, для поддержки предпринимателей, желающих перейти от малого к среднему бизнесу, будет изменена как деятельность, так и методы работы соответствующих фондов. Для финансирования новых проектов через фонд развития промышленности будут выделяться кредиты сроком на 10 лет по ставке 5% в иностранной валюте и 10% в национальной валюте. Будут компенсироваться расходы в размере до 20 тысяч долларов на маркетинг, дизайн и привлечение иностранных специалистов. Будет запущена система промышленной ипотеки, а предпринимателям предоставлены производственные площади в виде готового бизнеса. В частности, в каждом регионе будет создано не менее трех новых промышленных зон. Фонд предпринимательства, в свою очередь, будет отвечать за сектор услуг. Еще один – драйвер экономики. Для этого ему в текущем году будет выделено дополнительно 25 миллионов долларов, а в следующем году еще 100 миллионов долларов. Фонд внедрит в систему ипотеки услуг в сферах туризма, торговли и сервиса. Подчеркнуто, что за счет этих новых возможностей можно создать дополнительные услуги на 1 миллиард долларов. Произвести новую продукцию на 5 миллиардов долларов и организовать 350 тысяч новых рабочих мест. Третье направление заключается в выходе на новые рынки с качественным и конкурентно способным продуктом. Мы не можем, как некоторые страны, обеспечить высокий экономический рост за счет продажи нефтегазовых ресурсов. Наш нефтегаз – это ценная и качественная продукция, созданная такими инициативными и предприимчивыми деловыми людьми, как вы, сказал президент. В результате поддержки этого направления государством за последние 4 года количество предприятий-экспортеров увеличилось с 4,5 тысяч до 7,2 тысяч. Виды экспортной продукции возросли с 1,5 до 3 тысяч, а география расширилась со 139 до 164 стран. В прошлом году стартовала программа «Ново Узбекистан – страна конкурентно способной продукции». В ее рамках введен специальный кредитный, налоговый и таможенный режимы для 100 ведущих предприятий-экспортеров. В ходе диалога было объявлено, что в этом году данная программа будет продолжена, а количество охваченных предприятий увеличится до 500. Главное, что государство уделило особое внимание привлечению престижных зарубежных брендов. Было подчеркнуто, что для этого необходимо учесть условия зарубежных партнеров и внедрить международные стандарты, требования экологии и сертификации производства, а также благоприятный таможенный режим создать достойные условия труда для работников на предприятиях. Четвертое направление увеличения высокорентабельных предприятий. С этой целью, с привлечением международных консультантов, было разработано 140 проектов в электротехнической, текстильной, кожевинобувной, ювелирной, строительной, мебельной, полимерной, химической и пищевой промышленности. Их общая стоимость составляет 10 миллиардов долларов. Планируется создать 60 тысяч рабочих мест, производить продукцию на 5 миллиардов долларов и экспортировать на 2,5 миллиарда долларов в год. Эти готовые проекты были предложены предпринимателям. Пятое направление нацелено на упрощение налогового администрирования и устранение бюрократии. Президент отметил рост жалоб, связанных с коррупцией в этой сфере, а также несправедливость практики использования коэффициента налогового разрыва при возврате налога на добавленную стоимость. В связи с этим принято решение отменить данную практику с 1 октября. Было подчеркнуто, что все финансовые санкции будут пересмотрены и установлены справедливые нормы. Также рассмотрение всех споров предпринимателя с налоговыми органами будет передано в компетенцию административного суда. Любые обращения на их прямое обращение в суды будут сняты. В целях экономии времени и средств предпринимателей с 1 января 2024 года будут упразднены дублирующиеся и устаревшие отчеты. Отмечено, что все отчеты будут сдаваться через единую электронную систему, а их бумажная форма будет упразднена. На новом этапе развития нашей страны каждый год является временем реализации масштабных программ и проектов. Пока у нас есть смелые и предприимчивые бизнесмены, прошедшие жизненные испытания. Мы обязательно добьемся поставленных целей, сказал президент в завершении своего выступления. А затем вслед за формированием новой повестки реформ в области предпринимательства состоялся тот самый открытый конструктивный диалог с представителями бизнеса общества, собравшимися в столицы и регионах. Цель – определение комплекса мер по дальнейшему развитию сферы, совместный поиск системных проблем, рассмотрение предложений. Говорилось о том, как кардинально изменилась за последние годы деловая среда, насколько действенна система стимулов, где еще есть сдерживающие факторы, что обозначенные по сути исторические решения – это мощная мотивация для реализации предпринимателями новых проектов в различных секторах экономики. Часы этого события пролетели как минуты. Настолько интересен, актуален, важен, востребован был предмет диалога. Многие волнующие представители бизнеса вопросы решались на месте. Президент давал конкретные поручения. Вместе в диалоге тет-а-тет определялись те самые драйверы роста сферы. Такое прекрасное мероприятие. Действительно, оно прошло прекрасно. И получили такое удовольствие и удовлетворение от этого мероприятия практически все, кто там был. Потому что, во-первых, президент сам очень хорошо чувствует нас предприниматели и проблемы насущные предприниматели. И в самом начале, в своей речи, он, озвучив свои будущие планы, ответил на вопросы всех предпринимателей. Потому что нас действительно волновало это. И мы очень рады. Я лично очень рада за то, что президент решил открывать центры для развития малого бизнеса. Потому что я уже более 20 лет работаю в этой сфере, в сфере предпринимательства. И хочу сказать, что раньше, конечно, было очень сложно. И вот сейчас у молодежи есть очень много шансов для того, чтобы действовать, получать все, что предоставляет нам государство. Поэтому мы, как предприниматели, сегодня очень сильно почувствовали огромную поддержку руководителя нашей страны. В том числе была затронута сфера IT. Была затронута тема с тем, что тяжело регистрировать международные договора, экспортные договора. Наш уважаемый президент Шавкат Миромович дал ответственным лицам поручение по решению данной проблемы. Я считаю, что если данную проблему решить, и мы сможем регистрировать договора на международных платформах, это будет способствовать еще большему экспорту наших услуг, IT-услуг. И в том числе продвижению наших продуктов. Были подняты со стороны предпринимателей очень важные вопросы, злободневные вопросы. Но мне кажется, вообще в какой-то момент формат мероприятия перешел вообще в новое русло, когда сами предприниматели стали задавать вопросы президенту. Получился живой разговор между руководителем страны и предпринимателями. Я со своей стороны дала предложение по работе малых промышленных зон. Наша компания находится на территории малой промышленной зоны. И в данный момент сейчас идет работа по приватизации тех помещений, которые занимают участники малых промышленных зон. Это была долгая работа. В свое время предприниматели поднимали эти вопросы о том, чтобы можно было приватизировать и имущество, и земельные участки. И сейчас эта работа фактически подходит к логическому завершению. Встал вопрос, в том числе, о финансировании выкупа. И вот с нашей стороны было дано предложение, тоже возможность создать какую-то льготную программу для предпринимателей и участников малых промышленных зон, по которой будут выкупаться выставленные на аукцион помещения. Было очень приятно, что это предложение было услышано. Предприниматели играют огромную роль в обеспечении устойчивого роста национальной экономики, дальнейшем улучшении деловой среды, выведение и развитие предпринимательства на новый уровень. Они вносят достойный вклад во внедрение инновационных технологий, создание рабочих мест, повышение благосостояния населения. Своего рода итоги года для предпринимателей. Указом президента Республики Узбекистан о награждении в связи с Днем предпринимателей группы представителей сферы лучшие из лучших были награждены высшими государственными наградами. Президент лично вручил высокие государственные награды самым активным предпринимателем страны. Наш многоможаемый президент очень высоко оценил наши скромные труды. Вот получил орден. Для меня это большая честь. Долгие годы наша команда работала со мной. Мы достигли этой цели вместе. Поэтому я считаю, что это заслуга наших коллег. Также в стране проведены колоссальные реформы. Убраны все бюрократические другие барьеры перед бизнесом. И вот как результат, более 20 лет занимаясь производством, последние 5-6 лет нам дало очень серьезный рывок. За последние 7 лет мы увеличили свой объем продажи, экспорт на 5 раз. И самое главное, это география экспорта. Это европейские страны, страны африканские регионы, Юго-Восточная Азия и страны СНГ. И эта награда, я думаю, для любого предпринимателя считаю, что это триумф. Это очень высокая оценка.